По Его следам Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2, 21 Глава 12 Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашнее его. Матфея 10, 35-36 Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас. Ефесянам, 5-1-2 Может быть, нам лучше прихватить с собой полицейского? Предложила одна из девушек с нервным смехом. Тут совсем небезопасно, как я вижу. Не переживайте, коротко сказала Вирджиния. Это правда, что твой брат Роллин покаялся? Снова спросила та, которая говорила первой, и с любопытством посмотрела на Вирджинию. Пока они ехали в Ректангл, она заметила, что все три подруги обращают на нее больше внимания, когда она ведет себя сдержанно. Да, покаялся. Я слышала, что он ходит по клубам теперь и старается проповедовать своим старым друзьям. Разве это не выглядит смешно? Проговорила девушка с красным шелковым зонтиком. Вирджиния не ответила, и остальные девушки тоже стали серьезнее, когда коляска повернула на улицу, ведущую в Ректангл. Приближаясь к намеченной цели, они почувствовали нервозность. Картины, запахи и звуки, знакомые теперь для Вирджинии, поразили сознание благовоспитанных с утонченным вкусами девушек. Как что-то ужасное. По мере того, как они продвигались к центру Ректангла, казалось, что весь этот район уставился на них одной огромной, тупой, пропитой физиономией. Непривычно было видеть здесь красивую коляску, в которой сидели изысканно одетые молодые женщины. Светское общество никогда не интересовалось обществом, живущим в Ректангле. И в этот момент, возможно, впервые они встретились. Девушки чувствовали, что вместо того, чтобы смотреть на Ректангл, они сами стали объектом обозрения. Они были напуганы и рассержены. «Поехали обратно, я уже насмотрелась», – сказала девушка, сидящая рядом с Вирджинией. Они были как раз напротив пользующегося дурной славой притона и игрового дома. Улица была узкой, и на тротуаре было много народа. Неожиданно из двери этого притона, пошатываясь, вышла молодая женщина. Хриплым, пьяным голосом, всхлипывая, она пела слова, которые показывали, что она отчасти понимает свое ужасное положение. «Таков, как есть, без дел, без слов». В этот момент мимо нее проезжала коляска, и она, оглядываясь, повернулась так, что Вирджиния увидела ее очень близко. Это было лицо девушки, которая вечером стояла возле нее на коленях и плакала. Вирджиния молилась тогда за нее. «Остановитесь!» – крикнула Вирджиния, махая кучеру, озирающемуся по сторонам. Коляска остановилась. Через мгновение Вирджиния была уже рядом с девушкой и взяла ее за руку. «Лорин!» – только и смогла произнести она. Девушка посмотрела ей в лицо, и вдруг на ее собственном лице отразился ужас. Девушки в коляске сидели как пораженные. Хозяин притона подошел к двери и стоял, подберев пока руками. В этот момент из всех окон, со ступенек, пивнушек, с грязных тротуаров, с точных канав и дорог, остановившись, нескрываемым удивлением смотрели на них обитатели Лектангла. На всю эту картину теплое весеннее солнце посылало свои мягкие лучи. Из парка еле доносились звуки оркестра. Там начался концерт, и богатые, модно одетые жители Раймонда спокойно прохаживались по бульвару. Когда Вирджиния вышла из коляски и подошла к Лорин, то у нее не было определенной мысли, что она собиралась делать, или какой от этого будет результат. Она просто увидела душу, которая испытала радость лучшей жизни, но соскользнула опять на старый путь, ведущий в срам, смерть и ад. Еще прежде, чем она коснулась руки пьяной девушки, она задала себе только один вопрос – что бы сделал Иисус? Этот вопрос для нее, как и для многих других, стал частью ее жизни. Стоя рядом с девушкой, она оглянулась, и перед ней четко предстала вся картина. Прежде всего, она подумала о девушках в коляске. «Уезжайте! Меня не ждите! Я провожу мою подругу домой!» «Насколько можно спокойно?» – сказала она. Девушка с красным зонтиком при слове «подругу» чуть не задохнулась, но ничего не сказала. Другие девушки, казалось, потеряли дар речи. «Езжайте! Я не могу с вами дальше ехать!» – сказала Вирджиния. Кучер медленно отпустил воши. Одна из девушек немного наклонилась из коляски. «А может быть? А что, если тебе нужно помочь? Не могла бы ты…» «Нет, нет!» – воскликнула Вирджиния. «Вы не сможете мне ничем помочь!» Когда коляска уехала, и Вирджиния осталась одна со своей знакомой, она посмотрела вверх, и вдруг… Вокруг многие лица в толпе смотрели сочувствие. Они не были жестокие и грубые. Дух святой смягчил уже многих в ректангле. «Где она живет?» – спросил Вирджиния. Никто не ответил. Потом, размышляя об этом моменте, ей показалось, что ректангл проявил нежность в печальном молчании. Впервые до нее вдруг дошло, что бессмертные души, как обглопки, были выброшены на берег в преддверии ада, называемых пивнушками. Не имеют места, которое бы они могли назвать, дома. Неожиданно девушка вырвала свою руку из рук Вирджинии. От неожиданности Вирджиния чуть не упала. «Ты не должна ко мне прикасаться! Оставь меня! Я иду в ад! Мое место там! Дьявол ждет меня там! Посмотри на него!» Покрикивала она хрипло. Повернувшись, она дрожащим пальцем показывала на лицо хозяина. Притона. Толпа грубо засмеялась. Вирджиния подошла и обняла ее за плечи. «Лорин!» – уверенно сказала она. «Пойдем со мной! Ты не принадлежишь аду! Ты принадлежишь Иисусу! Он спасет тебя! Пойдем!» Девушка неожиданно разрыдалась. Она только частично протрезвела от неожиданной встречи с Вирджинией. Вирджиния снова оглянулась. «Кде живет мистер Грей?» – спросила она. Она знала, что евангелист поселился где-то недалеко от палатки. Несколько голосов стали объяснять. «Пойдем, Лорин! Пойдем со мной к мистеру Грей!» – сказала она, крепко держа дрожащую и еле стоящую на ногах девушку. Та, в свою очередь, стонала, схлипывала и прижималась к ней с той же силой, с какой только что вырывалась от нее. Вдвоем они прошли через ректангл в сторону, где жил евангелист. Это происшествие, видимо, произвело серьезное впечатление на обитателей ректангла. Они никогда ничего не принимали всерьез, когда были пьяными. Но это было необычным. Одна из самых богатых, красивее всех одетая девушка в Раймонде заботилась о самой известной, павшей, пьяной, ведущей развратный образ жизни обитательницы ректангла. Сам факт был с ног сшибателем, и он придавал более или менее важность и значение самой Лорин. Жители ректангла всегда встречали шутками и насмешками смертельно пьяную, спотыкающуюся через трущобу Лорин. Но Лорин, еле переступающая рядом с юной представительницей светского общества, которая даже поддерживала ее, было совсем другое дело. Жители ректангла наблюдали за всем серьезным и безмолвным восхищением. Когда же они, наконец, дошли до квартиры мистера Грейм, то женщина, открывшая дверь на их стук, сказала, что мистер и мисс Грейм куда-то ушли и не вернутся до шести часов. Вирджиния ни о чем другом не думала, как только обратиться за помощью к мистеру Грейм. Она надеялась, что они возьмут ее под свою опеку или найдут для нее безопасное место, пока она протрезвеет. Теперь же она стояла перед дверью и не знала, что делать. Лорин бессильно опустилась на ступеньки и закрыла лицо руками. Вирджиния смотрела на пьяное существо с чувством, которое она боялась, могло перерасти в омерзение. Неожиданно ей пришла мысль, что деваться ей некуда. Что ее удерживало, чтобы не взять Лорин к себе домой? Почему бы это бездомное, несчастное существо, потерявшее всякое сознание от пьянства, не привезти к себе домой, вместо того, чтобы искать чьего-то гостеприимства или дома, или добродетели? Вирджиния ничего не знала о подобных убежищах. Между прочим, в Раймонде было два или даже три таких учреждения, но весьма сомнительно, чтобы хоть одно из них приняла на себя заботу о такой, как Лорин в ее теперешнем состоянии. Но для Вирджинии сейчас не этот вопрос был важен. Что бы сделал с Лорин Иисус? Вот с чем столкнулась Вирджиния. Наконец, она смогла полностью ответить на этот вопрос и снова коснулась девушки. «Лорин, пойдем, ты пойдешь ко мне домой. Мы вот там на углу возьмем машину». Лорин с трудом поднялась на ноги и, к удивлению Вирджинии, сопротивляться не стала. Она ожидала, что та будет сопротивляться и не захочет никуда идти. Когда они дошли до угла и вошли в машину, то та была почти полна людей, едущих из города. Вирджиния чувствовала на себе удивленные взгляды, которые встретили ее, когда она вошла со своей попутчицей в машину. Но мысли ее больше были заняты предстоящей встречей с бабушкой. Что же скажет мадам Пейдж? Лорин почти протрезвела, но перешла в состояние оцепенения. Вирджиния вынуждена была крепко держать ее под руку. Несколько раз девушка полностью наваливалась на нее и, когда они шли по улице, любопытный народ так называемых цивилизованных людей оборачивался и долго смотрел им вслед. Когда они взобрались на ступень ее красивого дома, Вирджиния с облегчением вздохнула. Несмотря на то, что ей предстояло интервью с бабушкой, когда дверь захлопнулась и она оказалась в просторной прихожей со своей бездомной отверженной, ей было все равно, что теперь будет. Мадам Пейдж была в библиотеке. Услыхав, что вошла Вирджиния, она вышла в зал. Посредине стояла Вирджиния, поддерживая Лорин, которая тупо смотрела на богатую, великолепную обстановку вокруг нее. Бабушка заговорила Вирджиния чисто, без малейшего смущения. «Я привела одну из моих подруг из Ректангла. Она попала в беду, и у нее нет дома. Я позабочусь о ней немного». Мадам Пейдж в ужасе переводила взгляд со своей внучки на Лорин. «Ты сказала, что она из твоих подруг?» Спросила она холодным, насмешливым голосом, который причинил Вирджинии больше боли, чем что-либо до этого. «Да, я так сказала», — лицо Вирджинии покраснело, но она вспомнила стих, на который мистер Грей недавно проповедовал друг мытарям и грешникам. «Нет сомнения, что Иисус бы сделал то, что сделала она». «Знаешь ли ты, кто эта женщина?» Спросила мадам Пейдж злым шепотом, приближаясь к Вирджинии. «Я очень хорошо знаю. Она одна из отверженных. Нет необходимости вам говорить мне об этом, бабушка. Я знаю, это даже лучше, чем вы. Она пьяная в настоящий момент, но она также является Детем Божьим. Я видела ее на коленях в раскаянии, и я также видела ад, который протягивал к ней свои ужасные щупальца. Только лишь по милости Господа я понимаю, что самое малое, что я могу сделать, это вытащить ее из опасности. Бабушка, мы называемся христианами. Перед нами несчастное погибающее человеческое существо, без дома, соскользнувшее опять в жизнь мучений и вечной погибели. А у нас всего больше, чем достаточно. Я привела ее сюда и оставлю здесь. Мадам Пейдж посмотрела на Вирджинию свирепым взглядом и сжала руки. Все это противоречило правилам поведения ее сословия. Как высшее общество может извинить фамильярные отношения с подонками улицы? Что будет стоить поведение Вирджинии для семьи со стороны критики и потери стандартов? Как поправить весь этот длинный список необходимых отношений, которые богатые и состоятельные люди стараются соблюдать перед лидерами общества? Для мадам Пейдж общество являлось высшей церкви или какой-либо другой организацией. Это была сила, которую нужно было бояться и слушаться. Потери его благорасположения боялись даже больше всего на свете, за исключением потери самого богатства. Она стояла прямая и суровая перед Вирджинией в сильном возбуждении и непреклонной. Вирджиния положила руку на плечи Лорин и спокойно посмотрела бабушке в лицо. Ты не должна делать этого, Вирджиния. Ты можешь отправить ее в приют для беспомощных женщин. Мы можем платить все издержки. Мы не можем жертвовать нашей репутацией и приютить у себя подобное существо. Бабушка, я не хочу делать ничего, что вам неприятно. Но я должна оставить Лорин на эту ночь здесь. И даже дольше, если в этом будет необходимость. Тогда ты будешь отвечать за свои последствия. Я не останусь в одном доме несчастной. Мадам Пейдж вышла из себя. Вирджиния остановила ее, прежде чем она могла произнести следующее слово. Бабушка, это мой дом. Он является также и вашим домом. И вы можете оставаться здесь столько, сколько вам захочется. Но в настоящем случае я должна действовать так, как я вполне уверенно поступил бы на моем месте Иисус. Я желаю нести все, что общество может сказать или сделать. Общество не является моим богом. Рядом с этой бедной девушкой я не считаюсь приговором общества и нисколько не ценю его. Тогда я здесь не останусь, сказала мадам Пейдж. Она резко повернулась и пошла в конец зала. Затем она вернулась и, подходя к Вирджинии, сказала, делая ударение на каждом слове. Можешь запомнить на всю жизнь, что ты выгнала свою бабушку из своего дома, предпочтя ей пьяную женщину. Затем, не ожидая ответа Вирджинии, она снова повернулась и ушла наверх. Вирджиния позвала служанку, и скоро для Лорин сделали все необходимое. Лорин впала в заботе. Во время происходящего разговора в зале она прижалась к Вирджинии так сильно, что теперь рука девушки болела. Вирджиния не знала, уйдет ли бабушка за ее дома или нет. У нее было довольно много средств. Чувствовала она себя хорошо, была энергичной и вполне в состоянии о себе позаботиться. У нее были братья и сестры, которые жили на юге, и она имела обычай каждый год несколько недель проводить у них. Поэтому Вирджиния не переживала о ее благосостоянии, но сам разговор был очень неприятным. Оставшись одна в своей комнате, прежде чем выйти к чаю, она перебирала в памяти все сказанное и услышанное. Что бы сделал Иисус? Она была вполне уверена, что поступила правильно. Если она и сделала ошибку, то это было совсем непреднамеренно. Субтитры создавал DimaTorzok